Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами сделаем небольшую пасхальную композицию, которую можно поставить на праздничный стол, подарить гостям или друзьям, или сделать в качестве подделки в детский садик или в школу. А теперь давайте начинать, я вам все расскажу. Я буду декорировать пластиковое яйцо, оно у меня не очень большое. Всю композицию я буду располагать на деревянном березовом спеле. Можно его заменить чем-то другим, пенопластом, пеноплексом, что есть дома. Также буду использовать пластиковые яйца, они у меня сделаны под перепелиный. Две небольшие статуэтки барашков, они мне понравились, очень мило выглядят. И буду использовать также цветы. Это у меня тканевые небольшие розочки. Само яйцо я хочу обтянуть бархатом. Бархат я использую стрейч, он очень хорошо тянется и удобен в работе. Это мраморный бархат. Очень красивый оттенок, выглядит он очень хорошо, переливается. В общем, очень удобно его использовать. Просто беру яйцо и хорошенечко натягиваю и обтягиваю само яйцо бархатом. Затем фиксирую ниткой, обкручиваю в несколько раз и как следует, как следует затягивая и фиксирую тем самым сам бархат. Вместо бархат, кстати, можно взять любую ткань, которая хотя бы немножечко тянется. И вот тут вот я немножечко не уследила, не проследила и у меня образовались не очень красивые складки. Максимально их старалась убрать, но по итогу решила уже так и оставить. Завязываю на несколько узелков, фиксируя тем самым нитку и срезаю лишнюю ткань снизу, но при этом какую-то часть все равно оставляю. На спил я хочу сделать такое гнездышко из сезали. Сезаль у меня молочного цвета, так что у меня все приблизительно в одних оттенках. Свернула так называемое гнездышко, так что оно у меня было не сильно большое, не сильно маленькое, но при этом выглядело объемно. И приклеиваю его на горячий клей. И на горячий клей приклеиваю само уже задекорированное бархатом яйцо. Наношу клей, не жалея его, и вклеиваю в гнездышко. А затем приступаю к самому декору. Сначала я приклеиваю небольшие перепелиные яйца. И приклеиваю я их так, чтобы они располагались абсолютно хаотично. Не обязательно их располагать в одном направлении, в одну сторону. Мне кажется, это лишнее. Но я старалась все приклеивать именно так, чтобы задекорировать ту часть ткани бархата, чтобы максимально не было ее видно. Затем приклеиваю барашков. Опять же, повторяюсь, я приклеиваю все так, чтобы задекорировать ту часть бархата, которая у нас осталась видна. И так, чтобы это все выглядело, как будто бы это все хранится в таком вот уютном гнездышке. И затем приклеиваю розочки. И розочки я приклеиваю без каких-либо правил, без каких-либо основ. Сделаю все так, чтобы это выглядело гармонично. И чтобы это нравилось мне и было красиво. И, конечно, ни одна композиция не обходится без зелени. Любая композиция требует чего-то зелененького, так как это всегда разбавляет цвет, добавляет цвета и, конечно же, гармонично смотрится. Я добавляю веточки, которые у меня были на веточке с этими розочками. Они как раз такого же приблизительного размера. И я вклеиваю тоже абсолютно хаотично. И таким образом я заполнила всю композицию. И она у меня готова. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»